Круглый стол, осмотр животных, УЗИ, проверка практических знаний. Так отметили День защиты животных ветеринары из Ульяновска, Мордовии, Самары и Тольятти. 12 лекарей приехали на международный конкурс профессионального мастерства, который прошел в Ульяновском государственном аграрном университете. Соревнования проходят уже второй год подряд и становятся приятной традицией для ветврачей. Сегодня у нас предусмотрено три профессиональных модуля. Первый модуль включает в себя общее исследование животного и проведение УЗИ диагностики. Второй модуль – это лабораторная диагностика, на котором наши конкурсанты покажут свои навыки в исследовании образцов проб крови, мочи, проведение исследования рентгенограммы, взятие соскобы кожи и проведение читки реакции, установление диагноза, разработки алгоритмов лечения и профилактики заболеваний животных. И третий модуль у нас предусмотрен теоретически – это ответы на тестовые задания. Работать с животными сложно, даже на обычном приеме, а тут конкурс. Нужно сделать все грамотно, четко, а главное – гуманно. Ветеранары признаются – в их деле главная ласка. В основном 99% и кошка, они все адекватные, если правильно подойти к животным. Без страха, без волнения животные сразу чувствуют. Поэтому, ну, погладить прежде, познакомиться какую-то хотя бы минуту, делить и уже животное становится более спокойным и адекватным для клинического осмотра. Ну, это, на мой взгляд, на моей практике так. Для студентов, которым только предстоит стать дипломированными специалистами, организовали круглый стол. Вместе с лекторами они обсудили вопросы обеспечения ветеринарного благополучия в регионах и реализации закона об ответственном обращении с животными. Три года уже закон в действии. И как раз уже на опыте этих трех лет будет о чем поговорить со студентами, в том числе и в области защиты животных. Как мы это проводим, как мы работаем с муниципалитетами, как мы работаем с органами внутренних дел в рамках жестокого обращения с животными. То есть вот мы на все эти темы будем раскрывать для студентов. К празднику приурочили и месячник доброты. Вопросы бережного отношения с животными обсудили с детьми. Также школьники посетили приюты с кошками и собаками. Для старшеклассников на базе ветеринарных клиник прошли экскурсии и профориентационные уроки. Приняло более тысячи участников, учащихся. Проводился также у нас и конкурс рисунков. Порядка 700 человек приняло участие 30 человек победителей. То есть это самые искренние от детей, принять участие, нарисовать животное. То есть самые добрые слова, доброты и любви к животным могут только выразить, я думаю, дети. Также в праздничный день в учреждениях государственной ветеринарной службы во всех регионах Ульяновской области оказывали бесплатные консультации и скорую ветеринарную помощь. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.